Всем привет, с вами Катя. Сегодня у нас будет выпуск из Хэйхэ. Вы мне так часто пишете в последнее время, что вы так скучаете по Китаю, а именно большинство скучает именно по городу Хэйхэ. И тут я порыла в своем архиве и нашла видео, которое я не выложила в свое время. Еще снимала, еще летом его... Так, я тут гуляла по Хуахо опять. И я вспомнила, что я вам еще не показывала вот все, что находится внизу на нулевом этаже. Вот, а сейчас я вам хочу показать, пока есть время, здесь есть детские товары. Вот, здесь такое достаточно... Я вижу, здесь несколько отделов из детских. Сейчас, в общем, покажу, что здесь есть из детского. Вот, ваши дети, кстати, любят вот эту героиню. В Китае просто дети обожают. Эльса, да, по-моему? Эльса, как ее правильно называют? Так, вот здесь есть с машинками всякими. Спайдер-мен. Цены я не буду спрашивать, потому что цену нужно спрашивать, если ты собираешься покупать. Ну, и все зависит от того, как вы будете торговаться. Поэтому цены могут разниться все равно. Если спрашиваете на китайском, цена будет дешевле. Так, вот есть детская обувь. Такая, чувствую, всякие кроссовочки. Так, смотрите, есть сапожки. Они хорошие, как они? Нет, для себя. Здесь вот есть тапочки детские, тоже всякие разные, красивые. Кстати, в Китае, если сейчас лето, то все подается в основном летнее. То есть вы не найдете летом зимнего, а зимой летнего. Потому что они это все убирают и достают другой товар. Ну, либо нужно заказывать. Здесь идут игрушки. А, вот я вам хотела показать. Вот эти самокаты, сейчас все дети катаются. Здесь много. Смотрите. Это, я так понимаю, просто играть. Какие-то на руку одевать. Или как это? Какие резиновые штуки. Вот, смотрите, здесь есть машины всякие. Наклейки. Вот есть машины для такие уже для серьезных парней. А почему? Пебесы надо видеть дома, да? Да. Пебесы тоже есть. Прикольные динозавры. Динозавры. Слопот. Роботы? Да. И столик. А, здесь. Все есть. Все есть. А что, что? Все есть. Так, вот такие. О, кто это? Как эта семейка называется? В общем, здесь очень много игрушек. Так, вот такие домики. Это фирменные. Фирменные? Да, вот такие дупые слова. Или... Да? Это очень хорошее. Ловый. Ловый. Она должна говорить? Да, да, да. Да, здесь симпатичные пупсы. Куклы такие прям классные. Это танцы. Танцевать? Мусы. Да, танцы. Мадали? Мадали. Почему он говорит по-сихуань? Очень хороший. Мама, он нашел на. Сколько стоит? Это 180. 180 юаней? Да. Очень хороший. Хорошо, подумаем. Надо. Подумаем, подумаем. Сейчас видео покажу. Надо подпишесли, всем ждала. Сейчас надо подпишесли, что сейчас ее не надо. Хорошо. Вот видите, здесь можно торговаться. Хорошо, хорошо, подумаю. Так, здесь есть отдел. Здесь уже, я так подозреваю, здесь такое, уже всякая бытовая химия, мыло. В общем, всякие соски там, ну такое вот. И крема вот эти. Ну, это все идет, кстати, брендовое, как обычно. И оно стоит, как правило, в Китае очень дорого. Всякие вот эти вот бутылочки фирменные. Ну, все, что такое именно безопасное для детей. Как правило, да, привозится, не знаю, то есть или здесь производится, или привозится. Но стоит оно на порядок выше китайского. Ну, то есть, идет именно фирма европейская какая-нибудь такая вот. Так вот, смотрите, сколько дождевиков. Вот здесь такие вот мелкие игрушки. Тоже очень много самокатов. Здесь есть даже скейты. Ну, вот видите, 180 юаней тоже написано. Что-нибудь все стоит 180 юаней. Вот 110 юаней вот такой набор. 140 юаней вот такая русалка. В общем, здесь прям детский рай. Вот таких рюндели. Рюндели 120 юаней. Вот аптечка детская, вот кстати у них вот такие есть фортепиано, стоит 260 юаней вот такое, вот такие машинки, вот 220 юаней вот это, 140 юаней, 130, 180 юаней, здесь очень много, на разный возраст. Я аж там зависла, в этих товарах, в общем невозможно оттуда выйти, пока все не посмотришь, сейчас в общем еду на таможню, и кстати заметила я в общем, что сейчас, сегодня пятница, гораздо больше стало русских, четверг вообще было все так спокойненько прям, а сегодня уже такая суета прям нереальная настала, сейчас уже вчера даже не таксисты, никто ко мне не подходил, сегодня на вот этих рикшах прямо одолевают, и ну в общем много людей и много суеты. Так, я уже на острове, в общем я решила пойти в Чифаньку, купить еды в общем мужа, он меня просил зайти в Лену, но кто-то не зашел в Лену, сейчас пойдет в Чифаньку, в общем они работают, кстати, сейчас как раз и проверим, они должны работать. Это у Наташи, ладно, пойдем у Наташи. Вот такая вот здесь остановочка. Как видите, все работает и функционирует. Тут были люди, но они ушли. Ну и тем более еще только обед, пятница. Вот там есть кабинки. Вот, в общем я сделала заказ, уже сейчас мне принесут с собой его, заверну. Сейчас попробую меню вам поснимать еще. Так, вот меню. Меню у Наташи, что она предлагает. Так, вот смотрите, здесь есть, вот пекинская утка, 98 юаней. Очень-очень милиция. Здесь есть, получается, половина порции, это 20 юаней, если полная порция, то 30 юаней. Так, в общем, в кафе у Наташи, или как, в кафе у Наташи, нельзя снимать меню, так что меню вы не увидели до конца. В общем, я уже ухожу. В общем, мне быстренько все сделали, так что мясо Кавказ и чесенчи у меня уже в пакете. Так что я иду на таможню. Сегодня я буду показывать вам свои покупки из Китая. Все, все, что я купила, в общем. Так, первое, это у нас пиво Харбин. Вот, там была акция в магазине, в общем, я покупала в Хуафу, в супермаркете внизу. Вот, в общем, вот это пиво, кстати, оно было... Ну, там были разные варианты пива Харбин. И вот это было, ну, по-моему, средняя цена. Не знаю, или самая дорогая даже. Ну, точно не самая дешевая. Вот, почему-то вот это вот. Там где-то вида 4 точно было. По-моему, одна банка стоила то ли 2,5 юаня, то ли 3,5 юаня. Не помню. Вот, в общем, вот такой вот пакетик был, 6 банок. Так, второе, это у нас черника. Вот, я там купила. Они, кстати, сейчас опять продают на улице, там прям такие тозы черники стоят. Вот, я так подозреваю, что стоит она дешевле даже, чем в России у нас. Ну, вот такой вот, за вот этот контейнер 14 юаней. 14 юаней 10 дел. В общем, это за сколько? За 356 грамм. Вот. Она такая, кстати, огромная прям. Вот, сейчас открою. А-а-а, все улетело, ну ладно. В общем, вот такая вот огромная ягодка. Следующее это, что это? Это вот этот вот пакетик. Как вы думаете, что это? Так, сейчас покажу. Это, в общем, еда из чайфаньки у Наташи. Вот, значит, такие пакетики сложили. В общем, первое это... Что это? Это чесан... А, это мясо Кавказ, короче говоря. Короче, вот так вот оно выглядит в пакете. Вот, и... Чесанчи. Ой, лучше не вытаскивать. Это, короче, это чесанчи. Поветки на слово. Потому что оно как-то растеклось. Кстати, там мужики унюхали на таможне все эти запахи. И ходили, да, тут около меня. И спрашивали, чем же там пахнет? Они, видимо, не возят с собой еду. Так, следующее... Что у нас следующее? А, следующее вот это. Это, в общем, пластыри. Это бабушка мне заказала купить ей пластыри. Я всегда их покупаю. В общем, я не помню, какие вообще она обычно покупает. По-моему, разные все время. В общем, вот эти похожие, которые такие разогревающие. Еще они мне показывали, были какие-то с магнитами. Они были еще дороже. И были еще дешевле. Ну, в общем, типа хуже. Но я посмотрела, на самом деле, может быть, они не хуже. У них просто было количество пластырей в пачке меньше. Вот здесь 10 штук. Стоили они 200 рублей. Ну, либо 20 юаней. И это я купила на острове. Следующее... Следующее это опять манго. Которое в прошлый раз посыпала. Я люблю именно такие маленькие манго. В общем, вы, кстати, их любите, не знаю, пробовали такие маленькие. Вот хей-хей они продаются. Там есть и большие, и маленькие всякие разные. В общем, они, кстати, стоят дешевле, чем большие. Ну, мне они, в общем, нравятся больше. Так, следующий товар. Это КВАС. Он, насколько я понимаю, он называется, ну, как иероглифами прямо написано, КВАС. Вот. Я попробовала сейчас. Сейчас вам скажу это на вкус. Ну, в общем, он похож на КВАС. Ну, у него есть вот эта вот, как не знаю, резкость такая вот. Но он слегка слаще и слегка такой, менее насыщенный, в общем. Да, как будто недодержанный такой КВАС. Ну, так обшика тоже как КВАС, в общем. Вот. Вот. И следующее это... А, ну, вот еще лайм захватила. Ну, лайм я взяла, потому что у нас они просто дорогие, а здесь они стоят 2 юани. Вот. А я люблю чай пить с лаймом и с лимоном. Вот. Так, все, да? В общем, вот такие были покупочки. Все, что я привезла из Китая. Ну, все, в общем. В общем, пишите ваши комментарии внизу, что вы покупаете в Китае, что привозите. Ставьте лайки. Всем пока. Подписывайтесь на канал.